Анастасия Строкина, Савиный Волк, глава 6, 15 января. — Волк, ты вот скажи, почему со взрослыми так сложно? Им есть дело до какой-то чепухи, а на главной они не обращают внимания. Волк сидел под перевернутой лодкой и заглатывал лиммингов одного за другим. — Забирайся сюда, — он указал хвостом на корягу под лодкой. — Нас никто не должен видеть. Я залезла под лодку, там было темно. Впрочем, снаружи было не светлее. — Я не знаю, — задумчиво проговорил он. — Я никогда с ними не разговаривал. — Мне неинтересно. Совсем неинтересно. Не с одним взрослым поговорить. Представь себе. — Нет. Волк принюхался. Человек, мужчина. Ходит рядом. Говори тише. — Я тоже принюхалась. Но кроме знакомого уже сильного волчьего запаха, ничего не почувствовала. Зимняя шерсть пахла как-то особенно резко. — Может, только с одним, — вдруг сказал Буба. — Да, с одним из вашей породы я бы пообщался. — Как его зовут? — Трифон. Волк загадочно помолчал. — Он вообще-то не просто так. Люди называют его святым. До этого я никогда не думала о том, что такое святой. Только один раз я слышала это слово от бабушки, когда папа вернулся из африканской страны Сомали с огромным, выше меня, мешком зеленых бананов. — Святые угодники! — закричала она, увидев огромное насекомое, которое прибыло в том же мешке из Африки. Оно было немного медлительным, видимо, с непривычки к нашему холодному климату. Дернула лапой, расправила большое прозрачное крыло и умерла сама, не дождавшись, пока его прихлопнут. Как позже выяснилось, в мешке с бананами папа привез не какого-нибудь обычного жука, а короля богомолов, или, как еще его называют, чертов цветок. Король и правда был похож на высушенное растение со светло-коричневыми лепестками-крыльями с шипами на лапах. Хранить его, конечно, пришлось по-королевски. Коробку из-под печенья я украсила старым пионерским галстуком. Непонятно, кому он принадлежал, но ясно было одно — он красный, как раз для такого торжественного печального случая. Крышки я булавками приколола искусственные цветы. От мешка с бананами отрезала кусок, аккуратно уложила его на дно коробки, чтобы король покоился на ткани с запахом его родных мест. Так ему будет спокойнее, думала я. Вместе с папой мы отправились на берег, чтобы торжественно захоронить африканского подданного. Папа даже научил меня песни, которые почиталась за гимн Сомали, чтобы церемония прошла по всем правилам. И вот могила африканского короля богомолов оказалась за полярным кругом под невысокой сосной на берегу реки Печенге. Со всей этой насекомой суетой я забыла спросить, а кто же такие святые угодники? И вспомнила о них только, когда Буба сказал про Трифона, которого называли святынь. «Так что такое святой?» — спросила я волка, как будто давно ждала случая узнать про это. Сложно сказать, волк задумался. Такое название люди придумали для тех, чьи дела и мысли были особенными. Не потому, что у них невероятные таланты, или они бегают быстрее всех, или поют чище остальных, или решают сложные задачи в математике, или что-то там еще у вас ценится. А потому Буба посмотрел на меня, и его глаза как будто впились в мою кожу. И даже стало немного больно, потому что сила их любви к другим такая, что ее хватило бы на то, чтобы запустить ракету. Вот какая сила. А среди зверей нет святых? Среди нас много было тех, кто помогал святым, отправлялся с ними в далекие земли, сопровождал до самой смерти. А потом? Потом звери тоже уходили за святыми? Это сложно, — с засадой произнес волк. Вообще-то, положено думать, что наши души не вечные, то есть не такие вечные, как ваши, и поэтому нам нельзя на небо. Но это несправедливо, — возмутилась я. Вот именно. Что вы там на небе будете делать без нас? Небо — это место встречи всех, кто когда-то жил. А мы всегда были рядом. Мы такие же обитатели планеты, как и вы. Мне захотелось погладить Бубу и сказать, «Ну, не надо. Может, все и не так. Откуда нам знать наверняка?» Но он подумал бы, что я его жалею, а жалость совсем не то, что нужно совинному волку. И я решила вернуться к святому, с которым бы волк хотел поговорить. У Трифона оказалась интересная и долгая история, такая, что можно про него целую книгу написать, книгу длинной, в 98 лет, которую он прожил. Чего только не произошло за это время. И войны с Литвой прошли, и одна за другой. И Василий Третий, и Иван Грозный успели поцарствовать. А родился он в 1495 году в Новгородской земле, и звали его Митрофан. Будущий святой вовсе не был прилежным учеником, послушным сыном и усердным работником. Он вырос и стал разбойником. Не просто так себе бандитом, а предводителем шайки. Все боялись его, особенно финны, на которых он безжалостно нападал и грабил. Это потом он стал монахом под именем Трифон. «Я думаю, это был неспокойный человек. Слишком неспокойный», — заявил Буба. «Такая быстрая текла в нем кровь, как горная река. И что дальше? Как же он стал святым? Разве это возможно? Значит, возможно, если люди его так называют. Жизнь этого человека — история о поиске прощения», — сказал Волк так, как будто только что закончил большой труд о Трифоне, не меньше, чем на тысячу страниц. «После всего, что он натворил, Трифон отправился в наши северные края. Он долго бродил здесь в одиночестве, был настоящим отшельником, размышлял о жизни и много о чем еще. «Наш север — лучшее место для того, чтобы подумать о самом важном», — заметил Буба. «А что такое важное?» — спросила я. «Что бы оно ни было, север — лучшее место для таких размышлений». Я вспомнила про свой снежный дом. Каждый день я приходила туда так, чтобы никто не знал. Приносила с собой фонарик и сидела под снеговой крышей с круглым окошком. В таком доме ничего не оставалось, только думать и думать. Насколько бы мысль не продолжалась, ей все равно захочется, чтобы вокруг что-то происходило, потому что мысль без событий может почувствовать себя одинока. Трифон решил построить монастырь. Отшельник был высоким и сильным, и многие бревна для будущего монастыря перетаскал сам. Неужели это все происходило прямо здесь, у нас? Мне сложно было представить, что тут, по берегу Печенге, или по тому месту, где стоит мой дом, или там, где сейчас живут самолеты, много сотен лет назад ходил загадочный, одинокий и задумчивый Трифон. «Вот, прямо точно здесь», — уверил меня волк. «Мне все это доподлинно известно, потому что мой прадед в шестой временной степени был помощником Трифона, и, если точнее, его переводчиком. Помогал ему общаться с лесными зверями и птицами. «Ничего себе, какие у тебя родственники!» «Ну, конечно», — нахохлился волк. «Ты ведь не с какой-нибудь куропаткой общаешься?» Волк был немного заносчив и не упускал случаев, чтобы подчеркнуть свое благородное происхождение. Вот так он и построил монастырь, между прочим, самый северный в мире, и рассказывал лопарям о боге. «Даже язык их выучил». «А помнишь, я говорила тебе, что это непростой язык?» Мне стало немного стыдно. Волк умел говорить на человеческом языке, на языке сомали, Трифон выучил лопарский. Я даже читать и писать еще не умела на своем родном. И в тот момент я сказала себе, что обязательно выучи много языков, чтобы понимать других людей и, может, научиться их любить, как Трифон. Но если святой построил монастырь здесь, у нас, где же он тогда? Боба вздохнул. Монастыря больше нет. Его уже много раз нет. Больше 400 лет назад его сожгли до тла. Потом, конечно, построили снова. И снова он был разрушен. Если бы люди откопали фундамент монастыря, они бы нашли там кости монахов и кости солдат Второй мировой войны. Все перемешалось в земле. Для земли не важно, кто и когда в нее ляжет, потому что это живые по-разному живы, а мертвые одинаково мертвы. Так где он стоял? Пойдем туда. Мне не терпелось посмотреть, где жил Трифон. А вот недалеко и стоял. Теперь это место называется Луо-Стари, что и означает монастырь. Не зачем туда ходить. Там пустырь, отрезал Волок. Я загрустила. Выходит, это как мой снежный домик. Когда придет тепло, от него не останется и следа. Но теперь я знаю, что тут происходило. И теперь это не просто пустырь, а пустырь с прошлым, который у него никогда не отнимет. И что бы ты сказал Трифону? Я бы попросил его научить меня любить людей, потому что он по-настоящему умел. Он стал святым из разбойника. Времени прошло много, нужно было возвращаться домой. Очень не хотелось прощаться с Савинным Волком. Но было бы хуже, если бы нас нашли под перевернутой лодкой. Мне пора, тихо сказала я. Волк не шевелился. Главное пережить февраль, вдруг произнес он. Самый мерзлый месяц. Северный Ледовитый океан становится таким холодным, как никогда больше. После февраля будет проще. Дело пойдет к весне. Ты береги себя, Буба. Я выбралась из-под лодки и уже сделала несколько шагов в сторону дома. Поздравляю с окончанием полярной ночи! Услышала я глухой голос волка. 21 мая на месте снежного дома, которого уже не будет. Волк! Закричала я. Поздравляю! Закричала я. Субтитры создавал DimaTorzok